Причиной крушения российского лайнера в Египте стал теракт. Об этом заявил руководитель Федеральной службы безопасности. На обломках самолета Airbus A321 были обнаружены остатки взрывчатого вещества. Напомним, что крушение самолета, летевшего из Египта в Санкт-Петербург, произошло 31 октября. В результате трагедии погибли 224 человека. Российским авиакомпаниям рекомендовано усиление мер безопасности при полетах в 47 стран мира, в том числе в Европу и США. Между тем, на египетских курортах по-прежнему отдыхают 50 жителей Саратовской области. По словам специалистов, их транспортировка на родину будет осуществлена до 20 ноября. Тем же, кто планировал отдых в арабской стране, туроператоры предлагают альтернативные варианты. Порядка 300 жителей Саратовской области купило билеты в Египет заранее. То есть они выйти не успели, но уже оплатили свои путевки. Они на сегодняшний день уже все приняли решение. Они либо полетели другие страны, такие как Турция, Арабские Эмираты, Кипр. Или же они отложили свое принятие решения по поводу того, куда они именно поедут на более поздний срок. Это также сейчас возможно. Тем, кто возвращается из Египта в эти дни, разрешено брать с собой лишь ручную кладь. В цели безопасности багаж решено отправлять спецрейсом. А затем туристы могут лично забрать чемоданы или получить их почтой. По данным на 17 ноября, 29 единиц багажа саратовских туристов уже были отправлены по указанным адресам. Отмечу, что доставка чемоданов осуществляется Почтой России абсолютно бесплатно. Уточнить информацию о статусе багажа можно по телефону круглосуточной горячей линии, которую вы сейчас видите на своих экранах.